17 января 5-й президент Украины Петр Порошенко прилетел в Киев, где против него возбуждено уголовное дело. На этот день в Печерском районном суде в Киеве назначено слушание об избрании для Порошенко меры пресечения. Прокуратура требует отправить его под стражу с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Не исключено и назначение домашнего ареста. Петр Порошенко заявил о своей уверенности в том, что он не будет арестован. Ранее в 2022 году, 6 января, Печерский суд Киева арестовал имущество Порошенко, в том числе его квартиры, земельные участки, предлежащие ему акции частных компаний. На этом настаивала украинская прокуратура, которая подозревает Петра Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о незаконных поставках угля из районов Донбасса, занятых из неподконтрольных районов Донбасса. После того, как было объявлено о возбуждении этого дела, о начале уголовного производства, Петр Порошенко уехал из Украины, однако сразу же заявил, что речь идет о деловой поездке и он скоро вернется. Петр Порошенко, возглавляющий сейчас оппозиционную партию Европейская Солидарна, считает дело политическим и обвиняет власти в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая при этом должного внимания на российскую угрозу. И вот 17 января Петр Порошенко прилетел в аэропорт в Киеве и выступил с речью перед своими сторонниками. Он призвал объединиться противников власти нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Кроме того, он заявил, что в аэропорту его не задержали, но поскольку испугались его сторонников. Цитирую, когда они возбудили дело о государственной измене, это пересечение красных линий, это вызов всем нам и пяти годам с 14 по 19, когда мы с вами строили государство, сказал Петр Порошенко. И он обвинил президента Владимира Зеленского, олигарха Игоря Коломойского в том, что они, цитирую, вытаскивали кирпичики из фундамента украинского государства и, цитирую, строили квартиры в Лондоне и виллы в Италии. Сейчас мы движемся в суд, где покажем их лживую антигосударственную сущность, покажем, как они предают государство, заключил Порошенко. А вот в партии «Слуга народа» призывают представители партии «Европейская солидарность» не участвовать в политических спектаклях. Как об этом говорится в заявлении партии, которая пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Верховной Раде Юлия Поличук опубликовала, цитирую, сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить абсолютно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние, вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, которых требует закон. Его замысел сомнений не вызывает через политизацию дела, которое расследуется соответствующими органами, сугубо в юридической плоскости, избежать какой-либо ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды, говорится в заявлении. Сейчас с нами на связи украинский политолог Петр Олещук. Петр, приветствую вас. Добрый вечер. Петр, как вы полагаете, как будут развиваться дальше эти события? Приезд Петра Порошенко и все эти судебные разбирательства? Ну, сложно сказать. Мы даже пока что не дождались меры пресечения ее определения. Мы знаем, что прокуратура требует ареста и залога миллиард гривен. Ну, вряд ли именно в таком виде это все примет суд. Вот. Не исключен, опять-таки, например, домашний арест, как в случае Медведчука, потому что это, по сути, одно и то же дело. Варианты могут быть разные. Ну, скорее всего, нас ждет довольно-таки длительный судебный процесс, во время которого, конечно же, будут подняты все темы, которые, наверное, для Порошенко не очень популярны. Они очень, скажем так, нравятся связи с тем же Медведчуком, связи с временно оккупированной территорией, экономические отношения с организациями, которые у нас признаны на уровне законодательства террористическими. Вот. Ну, и в этом ключе, я думаю, будет ситуация развиваться довольно долго, потому что вряд ли кто-то в этой ситуации будет спешить, поскольку любые процессуальные нарушения, ну, они, наверное, и не очень власти нужны в этой ситуации, потому что они позволят использовать это для обвинений, для подключения какого-то международного сообщества. Поэтому, я думаю, что процесс будет довольно-таки длительный, и сам характер этого процесса, он не очень, я думаю, нравится, как я уже говорил, Порошенко, поэтому он акцентирует внимание не на его содержании, а на оформлении, на том, как выдвигались обвинения, на том, опять-таки, как это все было организовано. То есть, вот, ну, обвинения будут акцентировать внимание именно на избирательной стороне. А Порошенко, я думаю, будет в первую очередь делать акцент на политизации и, соответственно, вокруг этого объединять свой электорат. А как вы думаете, может ли вот этот судебный процесс, ну, наверное, даже вокруг вот все обсуждение, вокруг этого процесса, может ли это каким-то образом повлиять на политическую жизнь в Украине? Имеется в виду, понятно, что оно может, но может ли произойти какое-то, ну, вот обострение этой политической ситуации? Может ли это привести к каким-либо изменениям в политической жизни страны? Ну, конечно, все будет зависеть от того, как будет сам процесс развиваться. То есть, опять-таки, насколько он будет долгим, как все будет организовано, какая в конечном счете будет мера пресечения для Порошенко. Все это будет влиять. Влиять, конечно, прогнозировать это довольно сложно. Но я не думаю, что вот прямо сейчас произойдут некие глобальные изменения. Тем более, что все-таки в нашем поляризированном обществе электоральные настроения, они довольно-таки стабильные. Я вижу только дальнейшее цементирование электоральных групп, которые поддерживают тех или иных политиков, а не какие-то перетоки, перетекания и тому подобное. Поэтому я именно прямо сейчас каких-то глобальных, какого-то глобального влияния, честно говоря, не ожидаю. Но Порошенко будет, естественно, вокруг этого мобилизировать, организовать свой электорат. А Зеленский тоже получает такую возможность вокруг тезиса о выполнении своих предвыборных обещаний в плане посадок представителей предыдущей власти. То есть мы будем сталкиваться, я думаю, с мобилизацией и консолидацией электората. Понятно. Спасибо вам, Петр Олещук, украинский политолог, был на телефонной связи со студией радио «Крымреали». Интересно вот, что в конце декабря Владимир Зеленский высказал мнение, что обвинение Порошенко в госизмене не скажется на внутренней ситуации в стране. Цитирую, на ситуации внутри государства, как правило, влияет финансовая группа, и он является одной из этих финансовых групп. Мы понимаем, они свозят людей, мы это видим из разных областей. Если эти вопросы связаны с конкретикой, с углем, с тем, что мы прочитали торговлю сепаратистами, то пусть разбирается суд и правоохранительные органы. Конец цитаты. А вот в конце 2021 года социологи из Фонда демократической инициативы имени Кучерева совместно с Центром Разумкова публиковали результаты опроса. Если бы тогда проходили президентские выборы, в первом туре Зеленский получил бы 24% голосов, Порошенко – 16%. В гипотетическом втором туре разброс в районе отмечается статистической погрешности. 49,9% у Зеленского и 50,1% у Порошенко. И сегодня еще прозвучало одно, мне кажется, очень важное заявление. Сенаторы Соединенных Штатов Америки, которые были в Киеве, ожидают, что суд по делу пятого президента Петра Порошенко будет проходить в соответствии с законом. Об этом группа сенаторов из делегации Конгресса США заявила 17 января на пресс-брифинге в Киеве. Сенатор-республиканец Роб Портман, отвечая на вопрос «Радио Свобода», сказал следующее. «Мы должны быть уверены, что права обвиняемого уважаются, и в этой ситуации президент Порошенко получит справедливое рассмотрение дела, справедливый суд. Мы не можем комментировать содержание этого дела, но верим в верховенство права», сказал Роб Портман. Ну, а у нас сейчас есть еще один эксперт, и я надеюсь, мы успеем еще обсудить. Это Виктор Каспрук, украинский политолог и журналист-международник. Виктор, как вы? Добрый день. Добрый день. Хотелось бы вас запитать, как вы вважаете, может вся эта ситуация в Украине, которая сейчас происходит, может она играть на руку, например, Москве? На жаль, так. И час выбраны очень недавно. Потому что не могут наши стратегические союзники США и Британия сказать, что это самое то, что сейчас делает Зеленский перед, возможно, навалой из России. Но, как вы видите, здесь политический разков, который сейчас намечается в суспільстве, он снова может быть на руку Москвы, на жаль. А че следовали вы за тем, как вы реагировали в разных странах на этот политический процесс, на повернение Порошенко, на сегодняшний? Чи есть, в целом, эта реакция уже? Реакция достаточно мощная. Международная пресса проведена в США, в Британии. Они выяснили эту ситуацию, потому что они чудово понимают, что противостояние Зеленского с Порошенком, оно как раз может вызвать зворотную реакцию Путіна. И он понимает, что настаёт именно тот час, что нужно вторгаться. Перед тем, он, как бы, еще подумает. А тут ему открывают, как бы, дорогу на Киев. Это интересная думка. А скажите, а как тогда, ну, что означает все таки, да, что, ну, что это может влияние на поддержку Украины с боку США, Великобритании, Европейского Союза, НАТО и так далее? Я думаю, что коренным чином пока что не влияет, но если бы это принято решение, достаточно жесткое, то Порошенко явно, что будут за уваги точки зрения наших профессиональных партнеров, которые скажут, что мы не можем полностью помогать Украине, если суды действуют таким образом, что колишний президент Украины стоит подсудить, не надо еще при этом достаточно аргументов. Зрозуміло, дякую. Виктор Каспрук, украинский политолог, журналіст международный, был на телефонном связи с студией Радио Кримреалія. Ну, и вот, кстати, еще тоже сенатор-демократ Крис Мерфи сегодня выразил обеспокоенность фактом того, что в Украине существуют проблемы с избирательностью правосудия и возможностью политического преследования оппонента власти. Дословно цитирую. «Мы верим, что Украину ждет будущее с Европой и Западом. В то же время это страна с историей выборочного правосудия. Мы надеемся, что лидеры страны понимают, что для того, чтобы быть вместе с Западом, должна быть приверженность верховенству права. Мы здесь не для того, чтобы быть вовлечены в судебные дела, но мы надеемся, что президента Порошенко ждет справедливый суд. Но меня лично волнует возможность избирательности правосудия. Меня волнует вопрос обвинения политических оппонентов. Оставим вопрос справедливого рассмотрения дела президента Порошенко в судебной системе». Ну, вот так вот, такие мысли и такие мнения вы сегодня услышали по этому делу. Напомню, что сегодня, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел в Киев и отправился сразу же, ну, из аэропорта практически на заседание суда, где в Печерском суде рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. У него есть обвинение, которое подготовила прокуратура. Как будет дальше развиваться это событие, читайте на сайтах «Радио Свобода», а также на «Крымреалии». И слушайте в наших эфирах. Всего вам доброго. Продолжение следует.